Одна из самых сложных сфер жизни в Симферополе – городское хозяйство и жилищно-коммунальные вопросы. Начальники соответствующего столичного департамента постоянно сменяют друг друга, не задерживаясь на должности больше полугода. В связи с этим для такого сложного направления работы необходим куратор в лице заместителя главы администрации. Раньше вопросами ЖКХ занимался Валерий Гуменюк, который был снят с должности в середине августа этого года. Теперь его место занял чиновник из Севастополя Евгений Бортников. Ознакомился с теми проблемами, которые есть в городе. Глава администрации задал приоритеты, которые необходимо в первую очередь держать. В первую очередь это вопросы санитарного состояния. Необходимо наладить работу нашего предприятия «Экоград» по вывозу твердых бытовых отходов. Необходимо систематизировать работу по уборке территории города – это улицы, парки, скверы. Также сегодня актуальнейший вопрос входа в отопительный период. Серьезной задачей Бортникова на должности замглавы станет решение и финансовых вопросов, например, контроль оплаты вывоза мусора управляющими компаниями. Но первым шагом будет налаживание работы департамента городского хозяйства. В основном, конечно, имеются в виду кадровые перестановки. Затем Евгений Александрович намерен приступить к регулированию деятельности подведомственных организаций, таких как МУП «Экоград» и МБУ «Город». Кроме назначения нового заместителя главы администрации, депутаты приняли и изменения в бюджет города на 2019 и 2020 годы. Власти собираются потратить за этот период больше, чем планировалось изначально. В основном расходы касаются социальной политики. «154 миллиона произошло в результате увеличения субвенций по отрасли социальной защиты населения. Это 151,9 миллионов, которые направляются на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Предоставление еженесочной социальной поддержки детям, сиротам и детям, оставшимся без сопечения родителей, компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на автоэлектро- и железнодорожном транспорте». Затраты увеличатся и на образовательную сферу. Чуть больше 2 миллионов рублей выделено для того, чтобы увеличить доступность дошкольного и среднего образования. Кроме того, свыше 11 миллионов рублей администрация предусматривает на капитальный ремонт школ и детских садов. Также симферопольские власти выделили чуть больше 8 миллионов на покупку 18 обустроенных однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.